Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Свой Лад. Свой Лад – канал о людях, явлениях и удивительном в повседневности. Настраивайтесь на свой лад. Акустическая гитара, полуакустическая гитара, даже четверть акустическая гитара, классическая, концертная, эстрадная. Я уверен, вы эти термины видели, слышали неоднократно. Я полагаю, что у вас, дорогие наши зрители, возникает путаница, когда вы слышите эти термины. Давайте с вами разберемся. В классификации акустических гитар до сих пор царит путаница. И, в общем-то, классификация основывается на предпочтениях ее автора. Мы считаем, что наиболее целесообразно классифицировать акустические гитары по типу корпуса. Начнем с классической гитары. Классическая гитара, как правило, рассчитана под нейлоновые струны, которые расположены достаточно высоко над грифом. По толщине корпуса и по высоте расположения струн над грифом можно отличить, собственно, академическую испанскую гитару от гитары фламенко. У гитар фламенко струны находятся ближе к грифу, а сам корпус тоньше. Далее наиболее близким видом к классическим гитарам является парлор. Парлор в переводе с английского означает салон, то есть можно сказать, что это салонная гитара. К салонным гитарам можно отнести как старые инструменты, Мартин, так и цыганские гитары, так и русские семиструнки. Далее следует выделить так называемые эстрадные инструменты, то есть инструменты, рассчитанные в основном под металлические струны. Это Дредноут, Джамбо, Гранд Аудиториум. Разумеется, у разных производителей бывают гибридные типы. Все эти виды могут отличаться как в плане размера, так и в плане глубины корпуса. Итак, как мы уже говорили, испанские гитары рассчитаны под нейлон, однако на них может применяться и металл. В основном это повлечет за собой необходимость переработки инструмента, потому что струны нужно будет опустить пониже, приблизить их к грифу и во многих случаях укрепить деку. Однако бывает так, что классические гитары уже с завода выходят рассчитанными на металлические струны. Хотя, конечно, нельзя сказать, что это очень распространено. С другой стороны и эстрадные гитары тоже бывает, что делают под нейлоновые струны. К примеру, можно вспомнить гитару с большим корпусом от чешского производителя Фюрх, которая была сделана под нейлоновые струны. Очень интересный инструмент. Конечно же, нужно упомянуть о таком отдельном уже семействе акустик, как Овейшн. У нас есть видео об этих замечательных гитарах, обязательно его посмотрите. Бесспорно, отдельным семейством являются гитары Сильмер Маккаферти, который популяризировал в 30-е годы гитарист Джанго Рейнхард. Они в основном используются для исполнения стиля мануш или цыганский джаз. Вот такая классификация по типу корпусов нам кажется наиболее правдоподобной. Дело в том, что количество струн производитель может поставить любое, строй исполнитель может выбрать тоже любой, но форму корпуса изменить нельзя. По размерности можно выделить гитары 4 четверти, это полноразмерная гитара, тенор-гитара, терц-гитара и одна вторая половина гитары. Также следует добавить, что к семействам гитар относится гитара барокко, антикварный вид гитары, который, тем не менее, существует и по сей день, а также укулеле отдельное семейство таких маленьких компактных гитарок. Фактически отдельными инструментами являются гитара баритон, рассчитанная на пониженный строй с увеличенной мензурой, то есть рабочей длиной струны, и гитара бас, которая помимо своего классического электрического воплощения также выпускается и в форм-факторе акустики. У нас сейчас принят американский вариант классификации акустик. Как американцы их делят? Они считают, что есть акустическая гитара, то есть акустик-гитара с металлическими струнами, и есть классикал-гитар, то есть гитара испанская с нейлоновыми струнами. Это деление неверно, но тем не менее оно у них прижилось достаточно прочно. Почему оно стало популярным у нас, понять невозможно. Тем не менее, надо понимать, что и гитара с металлическими струнами, и гитара с нейлоновыми струнами, они обе являются акустическими. Можно часто видеть на форумах, читать на сайтах магазинов, слышать от продавцов такой термин, как полуакустическая гитара или электроакустическая гитара. Как мы отметили ранее, у акустической гитары есть полурезонирующий корпус, вне зависимости от того, установлены ли туда какие-либо звукосниматели или нет. Поэтому все вот эти термины наподобие полуакустическая гитара или электроакустическая, это тоже кальки из англоязычной терминологии. Обычно у них полуакустическими гитарами называют джазовые гитары наподобие Gibson ES-335 или ES-175. То есть инструменты, имеющие акустический корпус, формованные деки, на которые установлены электромагнитные звукосниматели. А электроакустическими, то есть электрик-акустик, они называют акустические гитары, оснащенные пьезозвукоснимателями. Из чего же делают акустические гитары? Ну, давайте начнем с корпусов. Корпус у нас состоит из верхней деки, из нижней деки и из обечаек. Для верхних дек в основном используются ель, кедр, реже сосна, красное дерево, ну и еще реже различные экзотические породы дерева. Фактически здесь все ограничено лишь фантазией изготовителя и его возможностью обработать ту или иную древесину. Для нижних дек используют палисандр, красное дерево или клен. Остальные сорта древесины используются реже, равно как для обечаек используются те же породы деревьев. Как правило, обечайка изготавливается из того же типа древесины, из которого сделана нижняя дека. Древесина может быть представлена как в виде массива, то есть пластины, отпиленной от цельного куска дерева, имеющей радиальный распил, так и в виде ламинированного материала, попросту говоря, фанеры. Есть такой термин музыкальная фанера. Музыкальная фанера, она бывает двухслойной или трехслойной. Двуслойная сейчас применяется достаточно редко, потому что ее изготовить весьма дорого и представляет собой склейку двух листов. Один лист внешний имеет радиальный распил, внутренний – тангентальный. Сейчас ее можно встретить в основном на гитарах, у которых деки формованы наподобие джазовых инструментов. В основном же сейчас применяется трехслойная фанера. Внутренний и внешний слои имеют продольные волокна, а центральный несущий слой – поперечное направление волокон. Очень часто можно услышать споры о том, что лучше, что хуже, когда что выбирать. При прочих равных условиях, я хочу это особо подчеркнуть сейчас, при прочих равных условиях массив всегда будет выигрывать, потому что его звучание имеет более богатую тембральную окраску, чем звучание деки из фанеры. Тем не менее, если гитара сделана с нарушением технологий, если производитель поставил невыдержанную древесину, если он неправильно подобрал распил, или если, к примеру, деки залиты толстенным слоем лака, то толку от этого массива никакого. И может быть даже больше вреда будет, чем пользы. Что касается фанерных гитар. Эти инструменты следует выбирать, если вы себе ищите рабочую лошадку, а особенно, если вы много разъезжаете, или, к примеру, выступаете на открытом воздухе. В этом случае инструмент из фанеры фактически незаменим. Дело в том, что фанерные деки практически невосприимчивы к погодным условиям. Они намного прочнее массивных дек. Такие гитары не требуют никаких специальных условий хранения. Да, в плане звука они могут проигрывать, но здесь, как говорится, важно найти некий компромисс. Если мы посмотрим внутрь гитары, то увидим там множество рейк, которые приклеены определенным образом. Это называется схема. В русском языке эти рейки называются пружинами. По-английски их называют брейсинг, то есть обрешетка. Хотя на самом деле они выполняют функцию рессор. И задача этих пружин, которые установлены на верхнюю деку и на нижнюю, противостоять натяжению струн и обеспечивать достаточную жесткость конструкции гитары. И надо сказать, что от расположения пружин, от правильности их изготовления, зависит очень и очень многое. Нередко можно встретить вопрос, а что же является определяющим фактором звуки акустической гитары. Основная нагрузка, конечно же, приходится на верхнюю деку. И именно материал верхней деки, схема пружин, качество ее сборки, качество покрытия играют определяющую роль. Материалы для обечаек и нижней деки тоже важны, но их роль не такая критическая. Как я уже говорил ранее, для гитар используется либо массив, либо музыкальная фанера. Инструмент из массива очень дорог и требует специальных условий хранения, специального, особо тщательного ухода. Инструмент из фанеры неприкотлив, вынослив, но проигрывает звуки. Однако сейчас большинство производителей нашло такой компромиссный вариант. Нижняя дека и обечайки делаются из музыкальной фанеры, а верхняя дека из массива. И как раз это очень хорошо, потому что таким образом исполнитель получает хороший, качественный звук от верхней деки и прочность от нижней деки и обечаек. Теперь гриф. Гриф состоит из четырех частей. Это тело грифа, пятка, головка грифа и накладка грифа. Как правило, для акустических гитар наиболее традиционным материалом для грифов является красное дерево. Чуть реже используется клён. Для накладок, как правило, берут палисандр или на более дорогих инструментах чёрное дерево. Совсем редкость это кленовая накладка, хотя на электрогитарах это совсем не диковинка. А на дешёвых инструментах ставят граб или бук или какие-либо другие материалы, которые обычно тонируют в чёрный цвет, чтобы по внешнему виду такая накладка напоминала чёрное дерево. Древесина в цельном или ламинированном виде не единственный материал, из которого делают акустические гитары. Достаточно упомянуть те же овейшн, у которых вместо нижней деки и вместо обечаек корпус из композитного материала. А у некоторых овейшенов и верхняя дека тоже из композитного материала. Более того, современные производители постоянно экспериментируют. Можно, к примеру, вспомнить такую фирму Рейнсонг, у которых гитары целиком изготовлены из композита. Насколько это подходит или не подходит вам – отдельный вопрос. Однако, на наш взгляд, такие эксперименты, если они успешны, можно только приветствовать. Очень важным параметром является мензура инструмента. Мензура в переводе с латыни означает «мера». Мензура – это рабочая длина струны, то есть длина струны от нулевого порожка на грифе до порожка на подставке гитары. Обычно, традиционная мензура для акустика – это 650 мм. Чем меньше мензура, тем слабее натяжение струн, тем легче играть. С другой стороны, чем слабее натяжение струн, тем хуже они раскачивают деку. Однако, натяжение струн – это такой параметр, который каждый исполнитель подбирает под себя. И кто-то привык играть на очень слабо натянутых струнах и тем не менее получать достаточно громкий и сфокусированный звук. Кто-то, напротив, предпочитает жесткие струны. Поэтому всегда слушайте свой инструмент, следите за своими ощущениями и подбирайте тот комплект, который будет подходить как вам, так и вашему инструменту. На акустиках играют либо пальцами, либо медиатором, либо плектрами. Плектры – это такие медиаторы, которые прикрепляются к пальцам руки. Временами исполнители используют слайд, то есть такой металлический или стеклянный цилиндр, которым можно скользить по струнам и получать такое своеобразное плаксивое звучание. Как нужно хранить акустическую гитару? Здесь вам и производители, и мастера, и музыканты скажут, что, конечно, лучше хранить в чехле, а лучше в жестком футляре. Идеальная влажность в помещении для хранения акустик – 45-55%. Лучше избегать хранения акустик на шкафах, потому что, как правило, наверху комнаты воздух суши, хотя все зависит от конкретного помещения. Ну и известный вопрос, а можно ли хранить гитары на крюках или же на стойках? В общем, можно, но в таком случае надо понимать, что это дополнительный риск для гитары. Если вы в своей гитаре уверены и уверены в себе, в том, что при таком хранении вы не повредите инструмент, храните на здоровье. Но всегда лучше перестраховаться. Достаточно частый вопрос о том, следует ли использовать увлажнитель и когда его следует использовать. Производители говорят, что да, использовать увлажнитель нужно всегда, если влажность падает ниже определенного значения. Как правило, они говорят, что ниже 35% это уже нужно класть увлажнитель в кофр вместе с гитарой. Производителя понять можно, он хочет избежать рекламации любым способом. Тем не менее, если гитара собрана по всем технологиям из выдержанного материала, она должна жить без каких-либо увлажнителей. Если только речь не идет об каком-то экстремальном климате, как, например, на Крайнем Севере, где влажность падает катастрофически. Но, например, в европейской части России гитара совершенно спокойно может существовать и без увлажнителя. Однако не все гитары собраны с соблюдением всех технологий. Не все гитары собраны правильно. Поэтому, если вы видите, что погода очень сухая и в вашем помещении сухо, положите увлажнитель в кейс вместе с гитарой, наполнив его предварительно водой. Инструкцию по применению увлажнителя вы, собственно, можете уточнить у производителей того или иного устройства. Довольно часто спрашивают, а нужно ли при хранении и транспортировке ослаблять струны. Вообще, гитара является обратно напряженной конструкцией. То есть, она создана для того, чтобы на ней были натянуты струны. И опять же, если инструмент сделан по всем нормам, то он может натяжение струн совершенно спокойно держать десятилетиями. Но так бывает не всегда. Бывают промышленные инструменты, которые собраны, ну, скажем так, с упрощением технологий, или же бывают старые гитары, бывают гитары с дефектами. И там, конечно же, желательно при хранении ослаблять струны на полтона или на тон. А вот при транспортировке, особенно в зимний период, струны немножко следует ослабить на любом инструменте. И, конечно же, транспортировать гитару лучше всего в плотном чехле или в жестком футляре. Итак, дорогие друзья, вот вы пришли в магазин выбирать акустическую гитару. На что вам нужно обратить внимание? В первую очередь ничего никогда не трогайте своими руками без ведома продавца. Даже если вы ни в чем будете не виноваты, и если у вас в руках что-то сломается, то виноватым вас назначат. Поэтому обязательно просите продавца все показывать и демонстрировать. Для начала попросите продавца настроить инструмент по тюнеру или камертону. И попросите на нем сыграть. Далее попробуйте сыграть сами. Все ноты на грифе должны звучать чисто. Вы можете даже проверить их по очереди. Струны не должны звенеть об лады. Прижимать струны должно быть легко. А края ладов не должны торчать из накладки. Посмотрите на деку. Оцените сначала внешний вид. Нет ли подтеков лака. Нет ли каких-то пятен. Если есть пятна, то вероятнее всего под лак попала влага. Если гитара с массивной декой, обязательно смотрите на предмет трещин. Очень внимательно. Соответственно, если инструмент фанерный, то вам повезло, он никогда не треснет. Обязательно проверьте, как приклеена подставка. Нет ли щелей. Как приклеен гриф. Опять же, никаких щелей или зазоров быть не должно. Колки должны быть установлены ровно. Если инструмент оснащен звукоснимателем, попросите продавца подключить гитару и послушайте. Посмотрите на инструмент вот в этой плоскости. Дека должна иметь купол, а за подставкой не должно быть пузыря. Нередко можно увидеть инструменты, у которых вот эта область ввалена вниз, а вот эта область наоборот чрезмерно выпечена. Сама же подставка при этом наклонена в сторону грифа. Такие гитары покупать не стоит ни в коем случае. Обратите также внимание на то место, где накладка грифа соединяется с корпусом. Это очень слабое место у всех акустических гитар и многие производители не уделяют достаточно внимания вот этому узлу. Смотрите обязательно, чтобы рядом с соединением накладки и деки не было никаких трещин или вмятин. Наконец, покрутите колки, проверьте каков у них ход. Ход колков должен быть плавным, а сами они должны быть установлены плотно. Но тут нужно сказать, что поскольку дерево материал природный и он играет, бывает так, что головка грифа немножко усыхает и поэтому гайки разбалтываются. В этом ничего криминального нет, попросите продавца подтянуть колки. Это можно сделать обычным гаечным ключом и это не займет много времени. На грифе должен быть небольшой прогиб. Если гриф выгнут дугой, необходимо попросить продавца отрегулировать прогиб. Также еще раз обратите внимание на место соединения грифа с корпусом. здесь не должно быть никаких бугров. Накладка и стоящие на ней лады должны быть ровными. Ну и наконец, что можно сделать самому и когда нужно обращаться к мастеру. Если вы не уверены в своих силах, то ничего не нужно пытаться делать самостоятельно. Попросите мастера показать вам, как нужно выполнять те или иные вещи. Менять струны, регулировать прогиб грифа и так далее. В этом ничего сложного нет, но если у вас нет опыта, то музыкальный инструмент достаточно легко испортить. Даже если вы хорошо умеете собирать мебель, это не значит, что у вас получится отремонтировать музыкальный инструмент. Поэтому обратитесь к мастеру и примите решение о дальнейшей судьбе своего инструмента. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за то, что вы смотрели этот выпуск. Настраивайтесь на свой лад, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. И, кстати, пишите нам комментарии, напишите, какие гитары выбираете вы, как вы их храните. А может быть вас заинтересовали какие-то темы из нашего рассказа, и вы хотите, чтобы мы их раскрыли поподробнее. Тоже напишите, и мы постараемся выполнить вашу просьбу. До новых встреч! До новых встреч!